И начну я с Европы. Бельгия создает фонд в поддержку Украины и в этот фонд будет перечислено, внимание, 1 миллиард 700 миллионов евро. Это прибыль, полученная из российских активов на территории самой Бельгии. То есть те активы РФИ, которые Бельгия заморозила на основании введенных санкций против РФИ, принесли за 2 года в период 24 февраля 2022 года по сегодняшний день вот такую сумму прибыли в виде насчитанных процентов принесли эти замороженные активы. Вся эта прибыль до последнего евроцента будет перечислена в фонд поддержки Украины. С этого фонда Бельгия будет перечислять эти деньги на поддержку нашей страны. Вот такая вот. Кстати, это хорошая тенденция. Бельгия уже не первая страна, которая создает такой фонд и которая перечисляет туда процент прибыли с замороженных активов Российской Федерации. Так что, как говорил в свое время Путин, нравится, не нравится, терпимая красавица. То есть Россия хочет или не хочет, а она уже оплачивает поддержку и восстановление Украины. Далее. Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить экспорт из Евросоюза на Россию. Важных деталей, которые можно использовать в военных целях. Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на свои источники. По данным агентства подобные меры также рассматривает Турция. То есть это вот то, что я вам ранее говорил, что Министерство финансов Соединенных Штатов, у них же там есть целый департамент финансовой разведки. И они занялись очень сильно, серьезно занялись вопросом вторичных санкций. То есть вопросом серых схем, черных схем обхода санкций. Так вот там, где они находят, нашли эти санкции. В частности в Арабских Эмиратах и в Турции они предъявили доказательную базу. Показали эти схемы, по которым товары двойного назначения идут в Российскую Федерацию. И предложили этим странам прекратить эту пагубную практику. На что, видите, получили в принципе позитивный ответ. И Эмираты, и Турция, Турция рассматривает такие меры, и Эмираты согласились этот экспорт через свой транзит, точнее, это будет правильнее так сказать, через свою страну на Россию прекратить. То есть краник закрывается, поток прекращается. Германия продолжает нас радовать поставками техники вооружений. И Германия работает над подготовкой третьего дивизиона системы Патриот для нашей страны. Сейчас наши военные проходят обучение на комплексе Патриот. И как только обучение будет закончено, дивизион в полном составе вместе с подготовленными экипажами будет передан Украине и заступит на боевое дежурство по защите нашего воздушного пространства. Ну и надо отметить, что война на Ближнем Востоке, она тоже вносит свои коррективы, но мы сегодня поговорим не о боевых действиях, а о реакции в мире. Несмотря на то, что на уровне политического руководства и военного руководства большинства стран мира все поддержали Израиль. В его стремлении уничтожить террористическую организацию, ликвидировать, правильнее так будет сказать, террористическую организацию Хамас. Даже арабские страны не стали вмешиваться в конфликт, а пытаются соблюдать нейтралитет, либо негласно поддерживают ликвидацию террористической организации Хамас. Но в то же время есть силы, которые поднимают антисемитскую волну в этих же самых странах. И там в некоторых проходят манифестации различной массовости. Причем есть доказательная база, когда эти проплачиваются, ну во всяком случае студентам оплачивают участие. А сейчас идет волна, волна подхватила идею повторения событий Хрустальной ночи, так называемой. В Копенгагене, в частности в Дании, в столице, собралось около 4 тысяч человек, чтобы отметить 85-ю годовщину погрома в Хрустальной ночи. Это еврейские погромы. В качестве справки я напомню, что Хрустальная ночь или Ночь разбитых витрин, волна антиеврейских погромов, которая прошла в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. И охватившая тогда всю Германию, аннексированную на тот период Австрию и Судетскую область Чехословакии, незадолго до этого оккупированную германскими войсками. Вот такое вот тогда это устраивал Гитлер. Сейчас вот эти демонстранты требуют повторения, ну отмечают годовщину Хрустальной ночи и требуют ее повторения. В частности, в Канаде тоже призвали к повторению событий Хрустальной ночи. Там студенты одного из университетов в Монреале, что вообще как бы удивительно, создали плакат с отсылкой к событиям Хрустальной ночи, призывающий к проведению пропалестинской демонстрации. На плакате изображены люди, разбивающие стеклянные окна. Мероприятие должно было состояться 9 ноября в годовщину. Ну и Франция тоже отметилась антисемитскими митингами и столкновениями даже с полицией, пропалестински настроенными. Понимаете, тут манипуляция состоит в подмене понятий, потому что они, прикрываясь палестинскими флагами и якобы борьбой за Палестину, за интересы Палестины, они требуют немедленного прекращения огня. Немедленное прекращение огня, то есть остановка операции дает шанс Хамасу остаться целым и невредимым. И тогда все шансы на возобновление демократии, на ликвидацию вот этой террористической организации, которая устроила Черную Субботу 7 октября в Израиле, она останется целой и невредимой. И тогда все эти жертвы будут напрасными. Вся эта борьба, она летит к коту под хвост и опять Хамас остается целым и невредимым. Так вот, Франция и вообще в Северной Америке прокатившаяся волна антисемитских настроений породила волну желающих репатриироваться в Израиль, уехать из этих стран. Казалось бы, благополучная Европа, та же Франция, благополучная Северная Америка, США, Канада. Допустим, число людей, рассматривающих возможность репатриации в Израиль резко возросло. Во Франции оно увеличилось на 149%, в Северной Америке на 81%. Так что, видите, как складывается ситуация. Казалось бы, вроде как цивилизованные страны поддерживают, но тем не менее. Во Франции, казалось бы, помечали места компактного проживания евреев шестиконечной звездой. Кстати, Украина в этом отношении чуть ли не единственная страна, в которой нет антисемитских, ну, во всяком случае, нет открытого проявления антисемитских настроений. Вот такая вот складывается в мире картина, не совсем хорошая, в плане отношения к... Вместо того, чтобы действительно побороться с терроризмом, с мировым терроризмом, вот такая происходит, не совсем понятная, ну, точнее, понятная с одной стороны. Понятно, кто поддерживает эти антисемитские демонстрации, кто проплачивает деньги, кто за этим стоит. Ось зла уже фактически сформировалась. Россия, Иран, Китай, Северная Корея, возможно, возможно, к ним может примкнуть Ливан и, возможно, к ним может примкнуть Турция. Ну, судя из тех высказываний, которые озвучивает президент Эрдоган. Далее, переговоры о членстве, ну, вот, переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе, они должны начаться до Рождества. Так, во всяком случае, говорила и глава Еврокомиссии, и другие эти самые чиновники Европейского Союза. Ну, Венгрия, как всегда, Баба-Яга против Виктор Орбан, заявил, что переговоры о членстве Украины не должны начинаться. Это четкая позиция Венгрии. То есть, Венгрия будет категорически против. Но при этом он прекрасно понимает, что у Европы есть куча рычагов воздействия на Венгрию. В частности, не смогла Венгрия противостоять или проголосовать против выделения помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которые Еврокомиссия хочет выделить в периоде, на четырехлетнем периоде до 27-го года Украине. Почему? Потому что прямая зависимость. Венгрия, Венгрия дотационное государство. Ну, зато поговорить, отработать деньги, отработать перед Путиным свой номер, Орбан, конечно же, понятно, обязан. Поэтому вот такие заявления. Уже Венгрия не против выделения 50 миллиардов Украине. Теперь Венгрия против, ну как степ-бай-степ, да. Теперь Венгрия против выделения, точнее, начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Но при этом он четко заявляет, понимая, что Европа сейчас поставит прямую зависимость выделения финансовой дотации для венгерской экономики. И он говорит, нельзя трогать выделение средств венгерской экономики для того, чтобы влиять на мнение Венгрии. Ну, опять же, я уже неоднократно обращал внимание ваше на то, что много Орбан говорит, много делает заявлений. В результате Венгрия или представитель Венгрии, который находится в этих структурах управления Европейским Союзом, голосует так же, как все остальные его члены. И пакеты санкций все были приняты, хотя Венгрия была категорически против. И 50 миллиардов Европейский Союз выделит Украине, хотя Венгрия была категорически против. Ну, я думаю, то же самое будет с переговорами о членстве Украины в Европейском Союзе. Тем более, это не гарантирует то, что завтра Украина будет принимать Европейский Союз. Нет. Это только начало переговорного процесса. У нас там, кстати, еще три пункта невыполненных из тех семи, которые нам предлагает выполнить Европейский Союз, для того, чтобы мы могли рассчитывать на дальнейшее продвижение нас, как кандидатов в Европейский Союз и, соответственно, рассматривание вопроса о нашем членстве. Субтитры создавал DimaTorzok